Это уникальный не только для края, но и для России в целом производственный цикл. Сердце по переработке литиевой продукции находится на Красноярском химико-металлургическом заводе, который за последние два года в связи с возросшим мировым спросом на химические источники тока получил настоящее перерождение. Рыночная конъюнктура обнажила сверхвозможности этого металла и огромный потенциал развития ХМЗ. Сложно поверить, но этот белый кристаллический продукт, похожий на обычный сахар, лежит в основе производства аккумуляторов электромобилей, используется в электронных приборах и гаджетах, в керамике, оптике, фармацевтике, смазках, полимерах, а также в космической отрасли. По прогнозам, в ближайшие 10 лет этот продукт найдёт широкое применение в авиастроении в качестве материала для изготовления самолётов гражданской авиации. Сейчас очень модно использовать электроинструмент, который имеет свой независимый источник тока. Они связаны с розеткой и проводом, поэтому рынок сбыта данной продукции очень широкий. Исполнительный директор ХМЗ Олег Жабасов с гордостью показывает обновлённое производство. Построенный ещё в 1956 году завод ранее обеспечивал гидроксидом лития атомную промышленность. Сегодня предприятие работает в основном на экспорт, поставляя литиевую продукцию в Индию, Китай, Японию, Южную Америку и Европу, покрывая до 5% от возрастающего общемирового спроса. В ближайшей перспективе потребителями красноярской продукции станут крупнейшие мировые бренды, такие как Panasonic, Samsung, Hyundai и другие. В России рынков сбыта практически нет, но это пока, говорит Олег Жабасов. Впрочем, сегодня мы испытываем дефицит в поставках литиевого сырья, для того чтобы полноценно загрузить восстановленные мощности завода. Но и это дело времени. Уже сейчас поднимается вопрос по разработке и внедрению масштабного проекта по возобновлению добычи литиевого сырья на забайкальских месторождениях. В перспективе на 2018-2019 годы у предприятия планы по восстановлению мощностей до уровня советских времён. А это двукратное увеличение по сравнению с тем результатом, который мы планируем достичь в 2018 году. Речь идёт уже о производстве продукции на 25-30 миллиардов рублей в год. Линия по производству технического или улучшенного сорта уже обновлена и запущена. Всё происходит здесь. Именно в этих ёмкостях карбонат лития дозируется с известью, образуя литиевый раствор. Далее происходит процесс трёхкратной очистки. После чего раствор выпаривается для получения кристаллов. Позже они попадают на разделительные центрифуги. Происходит отмывка продукта, но и в конечной фазе производится его сушка и фасовка. Процесс этот непрерывный и автоматизированный. А это цех по производству более совершенного батарейного лития, уже применимого в автомобильной промышленности. Пробная партия произведена, всё готово к потоковому запуску. Совсем скоро на ХМЗ восстановят производство металлического лития и получат его первую партию. Это уже недалёкое будущее дальнейшего развития завода. И этот корпус – ещё один мостик. К созданию на ХМЗ полного цикла по переработке литиевого сырья – экспериментального производства специальных источников тока для нефтегазовой отрасли, космонавтики, оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие планирует не только развивать литий как сырьевую составляющую для производства источников тока либо сплавов, но и создавать производство конечных продуктов. Пока всё это в перспективе долгосрочное, краткосрочное ожидание ХМЗ – контракты с Японией и Южной Кореей на литий батарейного сорта, который уже получили в качестве пробных образцов данный продукт для отработки технологических режимов. Предварительные положительные результаты теста сулят Красноярскому заводу новый виток развития. Ксения Самоцветова, Денис Елисеев. Новости.